Рассвет над Волгой, как всегда, торжественно прекрасен. Но это восхищение и удовольствие от созерцания быстро проходит, когда замечаешь на реке тех, чьи взгляды на природу исключительно потребительские, а методы работы откровенно варварские. Здравствуйте, Волжский отдел полиции. Ваши документы? Ваши документы? Нет, с собой нет. Что делаем? На речке? На жизнь зарабатываем. Скажите, за что вас сейчас задержали? За незаконного прыга. В данный момент без работы, жить не на что. Вот тут какая-то еда есть. Вот щупу бы сегодня продал бы, купил бы хлеба. Что ж, с этим, конечно, не поспоришь. И можно даже проникнуться сочувствием браконьеров, но, глядя на эти, кажущиеся бесконечными сети, заполонившие акваторию реки, понимаешь, что безнаказанным такое варварство оставаться не может. В связи с проведением Года экологии в Российской Федерации, на территории Саратской области проводятся мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих незаконную добычу водных и биологических ресурсов и незаконную охоту. В этом году на территории Саратской области выявлено более 50 преступлений, предусмотренных статьей 256 Уголовного кодекса браконьерства, и более 8 преступлений, предусмотренных статьей 258 Уголовного кодекса незаконной охоты. При задержании лиц, осуществляющих незаконную добычу водных и биологических ресурсов, изымаются орудия лова, плавсредства. У лиц, осуществляющих незаконную охоту, изымается оружие, а также они лишаются лицензии на право хранения и ношения оружия. Напоминаем, что за совершение указанных преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде крупного денежного штрафа, либо лишения свободы сроком до 5 лет. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Александр Сокол, Вести, дежурная часть, Саратов.